всем добрый день и с вами ольга новикова рада приветствовать вас в своей игре как найти клиентов в интернете для цветочного бизнеса и сегодня мы с вами будем разговаривать именно об этой теме и как это сделать чтобы просто не волосы не вставали у вас дыбом что было все комфортно легко и ну чтобы если творческий бизнес он приятный до чтобы и сфера которая относится к продвижению она тоже была для вас приятная я думаю что каждый из вас все-таки слышал такое правило чтобы к чему-то прийти до нужно зафиксировать свою точку а и поставить цель до куда ты хочешь прийти и вот как раз таки сегодня мы будем заниматься этим будем делать точку а и будем ставить точку б но есть такая штука что очень много людей которые уже получают стабильно каких-то клиентов какие-то заказы да на букеты и в принципе это количество людей их устраивает и они так живут продолжают жить и в принципе это их право и выбор им больше не нужно а есть такие предприниматели которые борются за клиентов но они даже и мечтать бояться о том чтобы получать их больше например 100 клиентов в день или тысячу клиентов в день и они даже боятся поставить себе подобную цель по той простой причине что у них разные да есть страхи и убеждения и один из распространенных это либо сам человек не готов к этому либо есть такой момент когда когда он просто думает что блин такая конкуренция так только мне столько придет вообще нереально и он даже не ставит себе такой цели и если вы знаете таких людей напишите в комментариях поделимся и узнаем надеюсь что ваше окружение все-таки она более прогрессивная которая работает с собой работает со своим мышлением да и понимает что какие мы цели желания ставим к тому мы приходим сегодня наша с вами первая задача и домашнее задание это будет поставить точку а и точку б точку а мы поставим с вами такую что сколько клиентов к вам приходит в день либо либо в неделю либо в месяц на то есть зафиксируйте этот показатель сколько у вас сейчас на данный момент полу не появляется клиентов на заказы для букетов и поставьте точку б сколько бы вы хотели чтобы клиентов было у вас в день желательно написать все таки в день по той простой причине что цель мы ставим стоит цель мы прописываем с той целью чтобы она реализовалась соответственно если она реализуется а вы будете делегировать обязанности и нанимать флористов или сотрудников а что происходит когда мы нанимаем флористов но он же не будет играть сторожа соответственно должен все время работать либо вы должны все время работать поэтому точку б мы пишем на один день до сколько клиентов мы бы хотели чтобы чтобы у нас приходила каждый день и очень важный момент наши мечты конечно это наши мечты мечтать никому не запрещено это классно и здорово но на сегодняшний день мне бы все-таки хотелось чтобы вы поставили мечту цель именно вот в цифрах ту которая истина для вас которые вы готовите в которую вы верите что это реально сделать да то есть скажем если человек имеет там три клиента в неделю и вы понимаете что у вас есть еще какой-то дополнительный заработок работа где вы заняты целый день то оценивайте свои силы на первый месяц и поставьте определенную цель сколько бы вы хотели получать в день и сколько вы реально обработаете клиентов чтобы этот бизнес не был тяжелым косячным и так далее да ведь мы ставим реальную цену можно через backslash поставить ту о которой вы вообще просто бы кайфовали и получали бы истинное удовольствие запишите ваши полученные цифры в комментариях к этому видео не забудьте поделиться и поставить лайк давайте посмотрим кто что пишет и кто что ставит какие цели поскольку это очень важно и когда вы увидите да что люди ставят кто-то очень много стоит маленьких целей кто-то ставит большие цели и возможно вы подумаете почему я тоже поставил маленькую цель может быть мне на чем-то поработать нужно да если вы поставите большую цель другие посмотрят и увидят что блин есть к чему стремиться тут люди реально готовы развиваться расти и вообще не бояться ничего и то есть понимаете мы друг другу поможем поставив такие цели показав какие мы цифры хотим достигать добиваться результатов и еще один очень важный момент сегодня в прямом эфире мы с вами будем разбирать что такое аватар клиента да и наша целевая аудитория то есть я вам покажу в чем разница у них расскажу как это влияет на наш бизнес а также для вас станет ясной картиной почему все таки к нам приходят те клиенты которым нужны букеты подешевле да почему у нас есть такое убеждение что конкуренция большая и почему клиенты приходят к нам и говорят мне за 300 рублей мне за 300 рублей да то есть почему это происходит и почему каждый из вас считает что денег у клиента нет то есть вот эти все моменты которые основываются на нашем построении бизнеса это самое начало построения бизнеса кто наша целевая аудитория кому мы будем продавать да сегодня мы будем об этом говорить в прямом эфире я вас буду всех ждать это будет 19 часов по московскому времени выполняйте свое первое домашнее задание делитесь этим видео ставьте лайк если для вас это было полезно и до встречи сегодня вечером всем огромное спасибо пока